Ким Дракула, австралийский исполнитель трэп-металла и хардкора, чьи песни стали популярными на ТикТок. Они известны как оригинальными работами, так и металлическими каверами на песни, обычно не связанные с этим жанром. Добро пожаловать на канал Хитрый Добряк, сегодня мы узнаем кто такой Ким Дракула. Сэмюэл Виллинкс, более известный как Ким Дракула родом из Австралии. Появился на свет 23 ноября 1997 года. Хабарт, Тасмания, Австралия. О своей семье он предпочитает не рассказывать, так как у него с родителями и другими родственниками на данный момент сложные отношения. Они хотели бы видеть Сэма представителем более серьезной профессии, мечтают, чтобы он сделал обычную стрижку и смыл макияж. Ким Дракула, независимый певец и автор песен различных жанров, таких как рок, поп и соул. Его музыка была представлена на основных потоковых сервисах, таких как Apple Music и Spotify. Он мультиинструменталист, играет на гитаре, бас-гитаре, укулеле и фортепиано. Он также самостоятельно продюсирует свою музыку. Певец и автор песен описывает свой стиль как «эклектичный» и «жановый». В ноябре 2020 года Ким Дракула выпустил в TikTok металлический кавер песни «Папараззи», «Леди Гаги». Впоследствии песня была выпущена на Spotify 11 декабря 2020 года. Кавер «Папараззи» приобрел вирусную популярность в течение нескольких месяцев, 6 миллионов просмотров на YouTube, 13 миллионов прослушиваний на Spotify и использовании. Ким Дракула сотрудничал с различными артистами, включая британского продюсера Фламингозис, рэпера Азекеля и электронного музыканта Бибиа. На его музыку сильно повлияли такие исполнители, как Кейт Буш, Дэвид Боуи, Бёрк и Джой Дивижн. Ким Дракула активен в социальных сетях, таких как Instagram и Twitter. Его посты приобрели огромную популярность в музыкальном сообществе, набрав более 10 миллионов просмотров на всех платформах. У него также есть канал на YouTube, где он публикует закулисные видео своих сессий записей и живых выступлений. Ким Дракула в настоящее время работает над новой музыкой, которую планирует выпустить в 2023 году. Он также собирается выступить на нескольких фестивалях в течение года, включая La La Palouse of Chicago и Splendor in the Grasses в Австралии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok